друзья всем привет привет всем подписчикам привет всем зрителям новым зрителям кто еще не подписан подписывайтесь на наш канал сегодня покажем автомобили что что покупает народ сколько они стоят дешевые они дорогие в общем пойдем смотреть так ну и первый автомобиль на сегодня мы забираем это nissan лиф лиф электричка находимся возле сбербанка туз проконтролировали сделку с продавцом скажем так купли-продажи сняли деньги рассчитались нам отдали автомобиль данный автомобиль это nissan лиф год 2012 кузов зелу как видите черный цвет как видите машина пробежная она на номерах на литье на зимней резине светлый салон но сейчас салон я вам покажу автомобиль 2012 года один ключ так давайте сядем сядем хотел сказать пока машина прогреется она уже прогрета вот машина пробежная на машине ездили салончик ну я бы сказал небольшая легкая химчисточка ему не помешало бы а так в целом в целом состоянии неплохое значит стоит данный автомобиль 320 тысяч рублей 320 за 2012 год пробег автомобиля друзья пробег 49 тысяч но по факту когда предыдущий владелец у того у кого мы сейчас забираем автомобиль он его покупал со скрученным пробегом наездил он 9000 то есть он его купил с пробегом 40 тысяч километров по факту здесь уже пробег был скручен я так понимаю я даже не знаю где он его покупал на рынке с рук где-то и так далее короче говоря пробег скрутили на 40 тысяч вот на данный момент настоящий пробег автомобиля получается у нас ну грубо говоря 50 плюс 40 90 тысяч километров значит достаточная емкость батареи сок сош 65 процентов автомобиль едет в город курган естественно нас подписчик был полностью обо всем предупрежден о состоянии автомобиля о остаточке батареи его полностью все устроило вот он купил данный автомобиль еще раз говорю то что данный автомобиль едет в город курган погоды у нас нету как видите лето у нас вообще друзья не было хотим мы солнце проедем немножко нарушили ничего страшного вот в общем вот такой вот автомобиль с остатком 65 процентов кстати сегодня сегодня будет еще один nissan leaf мы будем его забирать с артема о нем мы тоже расскажем кому нужна проверка автомобиля звоните пишите обращайтесь проверим отправим вам фото и видео отчеты про машину будете знать все кстати хотелось бы добавить то что на этой неделе ребят сегодня пятница это четвертый лифт вот эта четвертая машина которая уезжает центральную часть россии плюс 5 который мы сейчас заберем в артеме и также хотелось бы напомнить то есть вы можете просто попросить нас помочь проверить вам один автомобиль то есть сами сами на дроме нашли ссылочку нам отправили мы вам проверили кстати еще у нас все машины все машины открываете сайт называется drum точка ру у нас если честно авито автору да ну это не актуальные не то что не актуальное объявление короче говоря у нас все машины продаются на сайте drum точка ру вот либо сами нашли ссылочку отправили нам по нам по ватсапу мы поехали проверили вам автомобиль если нужно поставили в транспортную компанию на автовоз либо можете заказать поиск автомобиля то есть определяете с маркой нам позвонили рассказали мы подбираем автомобиль под ваши параметры под ваш бюджет въехали с вами на рынок на рынке как обычно то есть если где-то еще внизу в городе можно сказать мороси туда просто туман здесь уже начинает так моросить машины стоят вдоль рынка товары продают японские дорога как обычно здесь у нас разбитая покупатели ходят пропустим покупателей машины на рынок заезжают беспробежные то есть есть новое поступление автомобили также каждый день машина с рынка уезжает в общем ребят рынок на месте не стоит машины продаются машины покупаются прибавляются по комплектации комплектация не богатая то есть обычный руль круиз-контроль мультируль что тут еще есть антибукс пищалочка в принципе в принципе ничего такого особенного кнопка старт но это понятно это лиф это практически на всех да не практически на всех автомобилях bluetooth так дядя куда ты едешь осторожно в общем комплектация не богатая ну цена тоже 320 тысяч рублей он видите кто-то купился и беспробежный шаттл выезжает с рынка предыдущий хозяин оставил какие-то штучки дрючки щечница кто там сигналит вонючечка внизу вонючечка кстати глонасс на данном автомобиле установлен видите машины даже вдоль дороги беспробежные стоят продаются приус 20 8 год 8 год 575 тысяч рублей кстати сегодня проверяли приуса 10 год представляете 10 год пробег родной пробег 49000 машина целая не битая не крашеная стоил автомобиль всего пятьсот девяносто пять тысяч рублей кстати батарейка там была на нем очень очень даже хорошая ребята то что касается гибридов проверки гибридов именно вот это касается тойоты там lexus а на них можно сделать провести тест от остаточной емкости батареи и тест это должен проводиться не какими-то там вот сейчас что начали ходить там какие-то штучки дрючки там подключают через телефон смотрят по 500 рублей ребят это не то то есть для покупки гибрида да не каждый не каждый покупатель сможет приобрести себе сканер который стоит порядка 100 тысяч рублей то есть оборудование должно быть профессиональное оборудование должно быть сертифицированное поэтому с гибридами давайте как-то поаккуратнее следующий автомобиль сегодня который мы забираем это nissan ноут он такой модный с линзованными парами с туманками на литье на хорошей летней резине литью оригинальная японская ниссановская резина в очень хорошем состоянии естественно рестайл повторители хром ручки бесключевой доступ задняя часть автомобиля сзади установлены метла антенка омыватель заднего стекла задние стекла форточка тонирована задние стекла тоже тонированный комплектация сейчас сядем автомобиль вам покажу пока он греется вот видите написано уже автомобиль продан кстати дальше при столкновении пока он греется давайте покажу немного по ценам значит серый стоит без линз четырнадцатый год x dick с комплектация 98 лошадиных сил turbo есть turbo есть не turbo 489 тысяч рублей темно-серый светло-серый шестнадцатый год 1 и 2 тоже turbo dick с 98 лошадиных сил 4 камеры 539 тысяч туманки сонары шестнадцатый год темно-серый год год 2016 тоже dick s 98 сил климат кнопка старт система и стоп они есть на климате есть без климата пробег 30 тысяч километров стоит он 549 тысяч рублей красненький пятнадцатый год вот это получается у нас не turbo пробег 75 тысяч аукцион четыре балла пятьсот девятнадцать тысяч рублей так далее синий цвет четырнадцатый год 479 тысяч рублей бронзовый цвет 16 год 1 и 2 639 тысяч пробег 14 тысяч километров аукцион четыре балла сонары фары линзы много цен на ноуты показали давайте вернемся к нашему автомобилю то есть салон чистые ухоженные не вмятин ни царапин ни грязи ничего нету кожаные вставки двухцветный комбинированный салон кожаный подлокотник подстаканник и дверная карта обратите внимание в каком состоянии салон руль датчик при столкновении отключения айстоп антипровуксовочная система отключения датчика движения по полосам электростеклоподъемники уши складываются раскладываются климат-контроль кстати на климат-контроль и но машина она как-то поприятнее посимпатичнее намного симпатичнее смотрится по месту автомобиль в автомобиле очень много места поверьте при моем росте ростом меня 180 там 181 мне сидеть очень удобно мне сидеть очень комфортно подлокотник для водителя для пассажира нету как бы ну пассажиру ладно пассажир и так проездит значит здесь у нас ниши здесь у нас прикуриватель розетка ручник эко-режим здесь два подстаканника два ключа открыть закрыть японская сигнализация стоит с авто с автозапуска вот такая вот тут штучка антеночка вот такая ребят пробег у автомобиля пробег автомобиля 59 тысяч триста восемьдесят восемь километров это настоящий оригинальный пробег то есть он здесь не крутился вот он родной аукционный лист 4 с половиной балла 4 с половиной балла просто так не дают вот получается с японии он ушел пробег был 59 370 сейчас пробег 59 388 то есть вообще ни о чем машина проехала автомобиль 2016 года комплектация медалист 98 лошадиных сил комбинированная кожа салон климат-контроль старт стоп система и стоп система предотвращения столкновения система оповещения ксенон камера автомобиль стоит 600 19 тысяч рублей здесь у нас идет верхний бардачок здесь у нас идет нижний бардачок здесь тоже лежит аукционник дублирующий все совпадает четыре с половиной балла вот если вы обратили внимание да лежит сканер подключенный сканер автомобиль мы уже полностью проверили несколько дней назад сейчас хотим вам показать наш сканер мы уже его показывали вот потому что все раз повторяюсь некоторые ходят там телефончик подключает адаптеры свои там по 500 рублей двигатель посмотрели то есть он считал информацию двигателя все говорит все отлично значит смотрите что что проверяет данный сканер на данном автомобиле он проверил 11 систем неисправности 0 то есть проверился у нас двигатель антиблокировочная система все приборы модуль управления кузовом подушки безопасности интеллектуальный круиз-контроль а кпп беступенчатая коробка передачи электронный усилитель рулевого управления микропроцессорный распределительный блок питания в моторном отсеке система выравнивающая устройство фары система предупреждения смены рядности движения данный сканер он имеет дилерские функции то есть и можно калибровать принципе можно делать все главное главное уметь им пользоваться и что очень хорошо немаловажный параметр до что касается имен именно nissan of именно nissan of проверки вариатора кстати сейчас покажу немного да то что он что он умеет дело допустим специальные функции по вариатору то есть регулировка торможения двигателем подтверждение ухудшения жидкости для беступенчатой трансмиссии кстати это очень важный параметр очень важный параметр именно по вариатору 23 280 здесь этот параметр он очень хороший то есть масло в коробке недавно недавно менялась в общем можно откалибровать калибровка датчика ускорения удаление данных калибровки удаление значения обучения выпуск воздуха из электрических систем насоса данной калибровки и в принципе в принципе это можно делать в любой системе автомобиля то есть я еще раз повторяю то что данный сканер он имеет дилерские функции сканер у нас называется launch x431 pro в 2 ладно автомобиль у нас прогрелся сейчас мы сканер с вами отключим отключим и поедем в транспортную компанию так сейчас нас выпустят печечку включили потому что погода у нас погода у нас никакая чтобы стеклышки у нас не потели выезжаем выезжаем с авторынка смотрите машина до машины стоят вдоль рядов не помещаются так осторожненько осторожненько не помню говорил нет данный но вот дик с turbo 98 лошадиных сил увидите были на выезде нету места нету микс камера заднего вида работает вида хода нету места вот мы как автомобиль стоит автомобиль практически практически на въезде вот торт turbo да и не turbo были но turbo отличается конкретно я сказал бы то есть едет машина едет очень достойно значит вот такого плана спидометров показано то что нам осталось проехать 75 километров температура 19 градусов у нас сейчас на улице еще японский бензин автомобилю треть бака смотрите кнопочка вот это вот эко эко режим когда мы и нажимаем то есть смотрите сейчас эко режим у нас выключен эко режим нажали то есть получится появился на значок эко и спидометр загорелся вот такими такой вот разноцветность стал то есть зависимости от того как я нажимаю на педаль газа данной педали акселератора свет вот этот тут темно-синий становится до фиолетовый то зелененький то есть можем контролировать да как бы расход топлива в этом в эко режиме опять же что касается места по месту я вам уже сказал по подвесочке в принципе знаете вопросов не вопроса по подвеске на данном автомобиле нету никаких то есть подвеска она как новая не стука не шума не гула постороннего ничего такого нету не скрипа вопросов нету в салоне очень много пластика и вот который раз мы с вами едем в транспортную компанию увидели в каком состоянии у нас здесь дорога мы едем в салоне тишина то есть есть такие машины да когда вот садишься едешь где-то по корчам по кочкам слышен вот этот скрип там стук пластика как вот стыке пластика между собой здесь здесь такого нету то есть в салоне ну не идеальная тишина да но очень тихо и вот это вот не раздражает нету никаких сверчков ничего такого нету то есть автомобиль довольно таки комфортабельный и вот я допустим еду на нем я ездил таких автомобилях на дальние расстояния там по 200 по 300 даже 400 километров ездил на таком автомобиле и мне вот едешь да за рулем но понятно то что за рулем то отдохнуть не можешь но ты не устаешь то есть ехать очень очень комфортно машинку какую-то забирают это lexus lexus но можно предположить то что он едет на эвакуаторе это скорее всего конструктор конструктор правый руль кстати вот по дороге в транспортную компанию проезжаем с вами стоянку где стоят одни конструктора друзья распилов распилов ну нету распилов я не знаю кто сейчас возит распилы если возят только на запчасти хотя в принципе вот эти автомобили конструктора которые все должны прекрасно понимает то что на учет на учет легально такой автомобиль не поставят да можно там сделать планку можно там еще что-то сделать выбить номер кузова и так далее но это ребят это все нелегально это чревато последствиями вот ну еще раз повторяю то что на авторынке зеленый угол конструкторами распилами не торгуют плане вот где где стоят нормальные машины есть специально отведенные отведенные стоянки и еще очень много вопрос не то что вопросов да вот ходим снимаем обзор и показываем автомобилей и вопросы такие задают а это машины растаможенные это машина под полную пошлину все машины все машины они с птс коми которые стоят на рынке они растаможены и вот когда мы называем ценник допустим вот этот ноут да он там 619 тысяч рублей стоил все это это растаможенная машина то есть никаких дополнительных платежей вам платить не нужно на всем рынке там одна там две муж три машины есть которые именно конструктора это на них написано то что это конструктор то что она не под полную пошла короче говоря то что пошлины пошлины нету 3 автомобиль на сегодня лиф черный цвет это уже беспробежный первый сегодня у нас лиф был пробежный автомобиль на родном лите я кстати тоже как и пробежный на зимней резине ручки chrome бесключевой доступ стопори белые сзади красивые электрокар бензин он не расходует зарядка со слов продавца зарядка докупалась отдельно стоимо зарядки 10000 уже переделанная под нашу компрессор торт и донкрат все присутствует камера заднего вида установлена салон салончик тоже светлый я не знаю по моему в лифах сзади места вам не показывали сколько места в лифе давайте покажу если честно кстати да я по моему в лифе первый раз сижу вот сразу сел да вот знаете как какая-то ступенька смотришь на переднего на пассажира на водителя знаете как будто с высока да в принципе я думаю вам будет видно да то есть передняя сидушка не как-то вниз проваленные здесь здесь как-то вот короче говоря чувствуешь себя чувствуешь себя наверху значит подогрева задних сидений здесь кармашек салон тряпка принципе все все как и в обычном лифе здесь ручки такие удобные можно можно держаться с левой стороны соответственно все все то же самое подголовнички электростеклоподъемники колоночка колоночка подстаканник ну как бы вот знаете блин как вам сказать то в принципе место нормально короче говоря если посадить сюда третьего человека то будет тесновато в плане вот коленком будет тесно тут они у меня практически упираются да но в принципе в принципе я думаю на дальнее расстояние будут нормально ездить если сзади сидит два пассажира ладно выходим лифт мы забираем с города артем 50 по моему 50 километров до владивостока то же самое то же самое комплектация подогрев руля подогрев всех сидений bluetooth bluetooth магнитофончик флешка в магнитофоне есть по месту со стороны водителя места хватает здесь ничего никуда у меня не трется не упирается головой нигде не бьюсь все просто все просто замечательно так в общем в мире маршрута что примерно понять получать самый быстрый маршрут в объезд пробки 56 минут 50 51 километр расстояние у нас с вами до владивостока так машину еще не заводили заводим и так осталось нам проехать сто сто девятнадцать километров как-то уже гоняли лифа то есть там я подробненько включал показывал как он там едет в гору с горы набирает километраж как километраж опускается сегодня просто покажу немного покажу как он едет как он ведет себя на трассе вот мы покажем то есть когда он приедем в воде восток уже в транспортную компанию сколько сколько осталось километража и так ладно поехали то есть остаток у нас сто девятнадцать километров едем в транспортную смотрим сколько останется километража так ну и сколько вот на лифах ездим все как-то не разгоняли до сотни за сколько секунд данный автомобиль набирает сто километров в час вот он секундомер вот ну как-то вот мне неудобно да все таки одному это делать секундомер положу сюда вот сейчас мы сзади автомобили пропустим пропустим и поедем так что у нас там сзади много автомобилей едет поток прям пошел давайте поехали так 10 секунд не знаю видели что не видели но получилось у нас с вами 10 секунд до 100 километров в час в принципе я считаю то что как бы достойно для такого автомобиля и поверьте динамика до разгон были но она реально сумасшедшая здесь то есть сравнимо объем двигателя 2 и 5 там трехлитровый и самое интересное то что то что скорость автомобиль он начинает набирать снизу то есть нету такого то что пока там разгонится а прям снизу раз и попер ну естественно вот к шеточку стоит поднадавить и километраж километраж он сразу начинает падать так тормозим аккуратно в общем 10 секунд до 100 километров в час короче проехали огромное расстояние нереально огромное знаете сколько 30 километров осталось осталось 58 короче говоря лифт нужно покупать в те города где где нет подъемов где есть одни спуски то есть чтобы он постоянно ехал вниз экономилась энергия чтобы он заряжался вот кстати стоимость автомобиля не сказал стоит машины 423 тысячи рублей ну давайте покажем вам проехали 51 километр остаток 34 уже находимся в городе практически приехали автого стоит приехали уже кстати 124 регион полный загрузился сейчас поедет вот еще два стоят тоже 124 регион и так понимаю это какая-то одна компания не местно один вот загрузился 2 сейчас будет грузиться что там у нас nv fit и степ вагон сиента fit shuttle кей карчик стоит наверху в общем доехали до транспортной компании вот остаток 21 километр проехали 55 километров он она транспортная еду уже второй раз с артема на таком автомобиле вот первый раз у нас оставалось чуть больше километража но вывод такой я себе такой автомобиль не куплю потому что действительно очень мало его можно покупать нужно покупать какие-то небольшие города где нет крутых горок сопок и так далее в этой деревушке да там это выгодно и как бы короче там это будет нормально у нас во владивосток с нашими спусками подъемами я считаю там за это не актуально если азил там еще может быть да но за никак это еще раз повторяюсь это мое мнение ни в коем случае не хочу убедить не подписчика нашего который приобретает этот автомобиль не уже владельцев таких автомобилей в следующий автомобиль 4 на сегодня это honda honda shuttle таком синим фиолетовом свете сейчас мы выйдем со стоянки нас выпустят и немного покажу вам салон данного автомобиля пробег в 55000 ребят выезжаем почти электричка почти то есть это шаттл полноценный гибрид но еще с бензиновым мотором данный момент двигатель у автомобиля не работает едем на гибриде тишина полная смотрите филдер стоит гибридный полноценный гибрид шестнадцатый год 777 тысяч рублей вишь десятый год 4 в 1 750 тысяч рублей итак автомобиль этот 2015 года выпуска полноценный гибрид как я уже об этом говорил автомобиль передний привод есть не гибридные версии автомобилей есть гибридные 4 воды 2015 год хорошая комплектация стоит автомобиль 945 тысяч рублей война там какая-то между собаками идет что они там не поделили между собой как смотрите объем багажника неплохой в данном автомобиле везде как бы ковровое покрытие пластика по минимуму здесь вот такие вот удобные полочки ящички что-то сюда можно положить сюда можно установить шторку в багажник только если честно шторки вот именно вот фиты в шаттлы да ну никакие не туда идет вообще какая-то тряпка значит подписчица наши докупили колеса хорошая там зимняя резину показывать уже не будем налить и ну и примерно до что вы понимали вот объем багажника два колеса сюда смело влазят четыре колеса сюда тоже войдет он так как автомобиль поедет на автовозе чтобы они не прыгали по салону остальные два колеса мы положили в салон вид сзади автомобиля он на летней резине на хорошей летней резине на обычных штамповочках но с родными полпаками обвесы по бокам формированные ручки ветровики установлены бесключевой доступ автомобиль вот задний ряд сидений трансформируется он примерно вот так вот эти колеса тоже на сюда легли никуда не отсюда не делаться салончик как видите комбинированы с кожаными вставками подняли зафиксировали все сидушка никуда не денется дверная карта двигатель стоит сейчас покажу двигатель полутора литровой где ты там будешь все просто ясно удобно доступно давайте покажу вам посадку автомобиль то есть вот я подхожу к автомобилю сажусь в принципе сел ну два движения сел удобно садиться двигатель не сказал полтора литра 110 лошадиных сил значит масса автомобиля одна тонна 220 килограмм ладно поехали потихонечку потому что время уже много ближе к вечеру транспортная компания скоро закроется нам нужно поставить данный автомобиль в транспортную компанию так напоминаю пробег 55000 стоит робот кожаный руль полный мультируль регулировка громкости работает сигнал гудок но это все все это мы проверяли отправляли фотографии наша подписчица уже новый владелец данного автомобиля все это знает лепесточки переключения передач круиз-контроль управление меню туманочки туманочки не японский туманочка установили здесь вот все подключили все работает комплектация датчик при столкновении кожаные вставочки говорил я уже здесь у нас идет вот такой мини бардачок зая подстаканник и бутылочки сюда влезут там у нас идет бардачок бардачок в этом бардачке у нас предусмотрена розетка прикуриватель на 12 вольт режим эко сразу здесь загорается видим то что мы его включили дальше вот здесь тоже вставочка такая небольшая что-то что-то туда можно положить так ну-ка музыку надо сделать потише дядя там какой-то говорит стоит родной магнитофон с большим с большим дисплеем далее значит слева стороны у нас бардачок бардачок здесь у нас идет подсветочка зеркало все в принципе как и везде климат-контроль на этом автомобиле идет электронный вот видеть челдобрек такой нарисован на ноги на лицо дует можно включить в данный момент у нас включен кондиционер подогрев лобового стекла подогрев дворниками дворников подогрев зеркал все это дело у нас включается ну и также прибавлять можно вот все у нас сенсорная раз печка выключили кнопка старт значит руль у нас регулируется по вылету видите да по вылету он ходит ну естественно по по наклону кому как удобнее допустим я всегда езжу руль он задвину до конца до ой как никогда не то не могу я одной рукой блин это делать ладно машина умная показывают что ребята давайте пристегивайтесь нужно значит нужно ездить пристегнутыми давайте по месту по комфортности ну на грунтовке как-то не особо комфортно ну хотя тоже не сверчков там не скрипов я особо такого не слышу по динамике автомобиль он просто шикарен замечательный я не знаю блин наверное схожим с лифом я так думаю вот поначалу да вот на разгоне лиф лиф его сделает вот но шаттл потом потом лифа догонит в общем что еще сказать хороший хороший семейный автомобиль единственно то что они вот ну немножко не почему-то цене поднялись то есть покупали их по 880 там по 900 по 920 вот данный автомобиль стоит 945 тысяч рублей но поверьте он он стоит своих денег то есть автомобиль мне очень нравится ну все на сегодня все показали какие автомобили покупает страна